Поисковые работы идут третий день, буквально через несколько часов пойдут уже четвертый, четвертый день начнется. За это время спасателям удалось разобрать те завалы, которые были внизу, они были буквально до уровня четвертого этажа. До утра спасатели работали буквально не останавливаясь, были только паузы, буквально минутные. Здесь они назывались «Минута тишины» для того, чтобы можно было услышать какие-то крики о помощи тех людей, которые, возможно, были живы или будут живы еще под завалами. Только на этот период останавливались работы. Так работы не прекращались даже ночью. И вот на самом деле огромнейшую часть работы сделали спасатели, коммунальные службы. Они разобрали уже более 10 тонн конструкций бетонных, их погрузили, их вывезли. То есть это огромнейшая работа. И за это время с под завалов удалось достать 40, к сожалению, тел. 40 человек погибли вот на данный момент, известно о 40 людях. 73 человека обратились за помощью в больнице, 40 из них понадобилась серьезная медицинская помощь, несколько человек реанимации есть, очень серьезно пострадавшие дети. И вот сейчас продолжается разбор завалов уже частей уцелевших подъездов, где по предварительной информации еще могут находиться люди. Вот на данный момент без вести провавшими числятся еще около 30 человек. То есть это те люди, с которыми родственники не могут выйти вот уже три дня на связь и которые предположительно могли находиться то ли в этом доме, то ли быть рядом с ним. Поэтому вот спасательная операция еще идет, она не закончена. Здесь очень много людей находится, здесь развернут огромный штаб волонтерский, буквально весь двор. Не знаю, если вы меня видите, я попытаюсь вам немножко показать. Вот весь двор буквально превратился в такой большой волонтерский штаб. И здесь людям раздают еду, необходимую одежду, просто весь город сплотился, сюда несут все необходимое. У меня такое впечатление, что здесь вот за эти дни сюда пришли несколько десятков тысяч человек, которые хотят помочь, хотят помочь разбирать завалы, хотят помочь, чем могут. Поэтому вот работа здесь идет, работа не останавливается, и они будут идти эти спасательные работы до тех пор, пока спасательные службы буквально не найдут местонахождение последнего человека, который числится в списках пропавших без вести. Есть сообщение о том, что среди погибших трое детей, там дети, пока идет речь о таких уже подростках, но тем не менее они тоже дети, они школьники. Вот соседняя школа, которая находится недалеко от этого дома. И человеческие истории, каждая из них на самом деле просто поражает. Есть истории семьи, которая приехала в гости в Днепр к родителям из Одессы. Вот они не виделись из-за войны, они не виделись целый год, вот они решили приехать в гости на вот эти вот на завершение новогодних праздников. И вся семья, ну по крайней мере, пока мы не можем говорить, погибла ли она, то есть она пока числится пропавшими без вести. Буквально вот сегодня нам рассказали историю тренера, которого знает здесь весь микрорайон. Это достаточно в городе известный тренер по единоборствам. Вот в этот день он был на соревнованиях на другом берегу Днепра и решил, почему-то решил раньше уехать домой. Вот его воспитанники приходили сюда в ожидании, собственно, того, когда смогут что-то узнать об этом человеке. И вот они говорили, что когда узнали о попадании ракеты в дом вот в этом районе, то сразу попытались выйти с ним на связь, но связи с ним уже не было. И вот вчера его тело достались под завалом, к сожалению, он тоже погиб. То есть здесь истории, вот кто-то из людей случайно оказался в этом доме, кто-то выжил только благодаря тому, что за минутой раньше вышел просто вот из дому, а кто-то погиб только потому, что буквально вот только-только зашел домой. И поэтому истории каждой семьи, которая здесь пострадала, они просто поражают. На самом деле вот вчера, спустя 20 часов после вот этой российской ракетной атаки из-под завалов, с квартир на верхних этажах удалось найти живую женщину, ей 27 лет. И она провела там около 20 часов. У нее сильное, очень сильное переохлаждение. Ее доставили в реанимацию с температурой тела 31 градус. То есть мы понимаем, что это достаточно критическая уже температура тела для человека. Вот это было сутки назад. Поэтому сейчас вот в Днепре температура около 0 градусов, достаточно влажно. И большая вероятность того, что под завалами уже нет живых людей. Надежда всегда есть. И все люди здесь надеются, что кто-то будет живым, найдут еще живых. Но вероятность такая, естественно, с каждой минутой буквально она становится все меньше. Люди находятся в шоковом состоянии до сих пор. Потому что масштаб этой трагедии, этого террористического акта, его сложно переоценить на самом деле. Мы общались с теми, кто потерял здесь близких, кто потерял здесь родных. Люди до сих пор не могут понять, как это вообще в принципе могло произойти, чтобы ракета попала в жилой дом и были разрушения вот такого масштаба. Потому что воевать с мирными жителями, воевать просто с людьми, которые в субботу, во второй половине дня находились дома. Ну это просто у многих не укладывается в голове такая ситуация. Эти районы, я не знаю, как это можно сказать, вот по такой, знаете, совпадению, наверное, такому странам. Он называется Победа. И мы очень верим в то, что таки будет Победа Украины в этой страшной войне. И вот этот дом, возможно, станет каким-то образом символом, одним из символов трагических этой Победы. Ну, собственно, это достаточно тихий микрорайон, очень живописный. Здесь очень много людей, любят просто гулять. Здесь рядом набережная, рядом берег Днепра. И очень много семей, очень много людей с детьми, с колясками, с собаками. Просто любят прогуливаться рядышком с этим домом. То есть он достаточно оживленный, тем более как для субботы. Это обычный жилмассив, где живут самые обычные люди. То есть здесь нет промышленных предприятий, здесь нет никаких стратегических объектов. Это просто большой жилой массив. И дом достаточно большой, еще в нем 18 подъездов. К сожалению, два из них полностью теперь разрушены российской ракетой. Очень много квартир пострадало. По предварительным данным 230 квартир пострадало. Поэтому можете представить себе масштабы этой катастрофы. Еще 72 квартиры полностью разрушены. Что касается атмосферы, сложную охарактеризовать, потому что действительно здесь очень большой такой микс чувств. Действительно, это ненависть, действительно, это злость, это огромное чувство поддержки, знаете, огромное чувство сожаления. То есть микс огромнейший. И действительно, вот такой поддержки, как здесь, вот так, как сплотился Днепр сейчас, вот такого здесь еще не было никогда. То есть на наших глазах приходили здесь люди, которые вот сами, видно, что они нуждаются. Но они приходили и спрашивали, чем мы можем помочь, что мы можем принести. В первые дни после вот этого прилета этой ракеты на разбор завалов вышли абсолютно все. То есть люди не боялись того, что нависающие конструкции могут упасть. Люди не боялись того, что может еще быть один ракетный удар. Это было все во время продолжалось. То есть люди приходили, еще продолжалась сирена, еще был сигнал тревоги, но они уже стояли под домом, они уже выстраивались в цепочку, они уже разбирали завалы. Это были и взрослые, это были и дети, это были и старики. То есть люди не смотрели ни на что. Они просто приходили с лопатами, они просто приходили с ломиками и помогали разбирать завалы для того, чтобы можно было как можно быстрее помочь тем, кто, возможно, был под этими завалами. Поэтому атмосферу эту передать словами просто невозможно.